Или это минус 196 градусов по Цельсию? Во-первых, я хотел бы опять обратить внимание на то, какие непонятные впечатления о жидком азоте у большинства людей, судя по большинству фильмов, которые у нас сейчас американские показывают, где там Шварценеггер в фильме Терминатор, кто-то там опрокидывает водью с жидким азотом на расплавленный метал, он мгновенно становится твердым, и кто-то там в полете летит и уже падает на твердый полет. Это настолько нереальная вещь, потому что, во-первых, расплавленный метал лучше охлаждать водой, потому что на испарение жидкого азота тратится 80 калорий на грамм, а на испарение воды 560 калорий на грамм. То есть вода в 10 раз эффективнее охлаждает металл, чтобы стал твердым. Металл ведь не надо до 77 калорий на охлаждает, чтобы твердился. Поэтому подъезд с водой произведет больше вещей. Но вы-то знаете, что с водой этот номер не пройдет. Это опять дурят, лапшу на уши вешают. Понятно, да? Второе. Если вы думаете, что сразу там туда руку засунули, рука ломится, ничего подобного. Спасает газовая подушка. Спасает она недолго. Опять же, если считать, что она будет вечно спасать, то ничего не получится. Но с другой стороны, если вы все время меняете точку контакта, ладошечку чуть-чуть поворачиваете, то капля может существовать, пока не испарится на ладошке. Вот вы видите, да? Более того, можно даже сделать и... При этом, значит, надо помнить, что эта вещь, тем не менее, опасная. Потому что вот эти вещи безопасны, а глотать нельзя. Почему? Потому что каждый кубический сантиметр этого газа в жидком виде превращается в литр газа, значит, мыслеиспорения. Поэтому, опять же, вот эти фантастические фильмы, которые антинаучно-фантастические. Ну, вот Тарковский, например, известный специалист, он считается грамотным, значит, киношником. Но, тем не менее, в фильме «Солярис» у него героиня выпивает полстакана жидкого азота и становится такой вот хрустящей вся из себя. Вот. Хотя, по идее, после того, как полстакана жидкого азота испарится, должно получиться 100 литров, ну, 200 кубиков стакан, 100 литров газа. И она должна раздуться и лопнуть была. А вот это он почему-то не показал. То ли неэстетично, посчитал. Но это же неправда. Если уж выпьет, то уж лопнет. Поэтому, ну, вот я, для примера, такую бутылку, например, налью сейчас. И она, как эта мадам лопнула, она должна лопнуть. Вот. Но дело в том, что вот это, опыт, опять же, требует грамотного подхода. Любые эксперименты такого типа с жидким азотом, так же, как и со взрывчаткой, опасны тем, что... Ну, это так же, как и с лазером. По неграмотности можно стать инвалидом. Почему? Вот эта бутылка за полной жидким азотом, если она лопнет, если вы находитесь сейчас рядом, в расстоянии ближе двух метров или метра, вы рискуете стать инвалидом на всю жизнь по слуху. Вырубается нерв суховой в области корзевого органа. Понятно. Но если вы... Сейчас мы закинем эту бутылку под амфитеатр, она хлопнет очень... Так-то, ну, слышите взрыв? Я не хочу, чтобы у вас по ушам стукало. Если вы... Будете правильно делать, надо делать как-то так. Понятно. Я могу, пожалуйста, подпишитесь в коробку. Чем это церевато? Дело в том, что, опять же, 3-5 минут, когда взорвется, вы услышите, можно уши не закрывать, там доски толщиной 40 миллиметров, вы услышите, не пропустите. Значит, дело в чем? Дело в том, что при взрывах обычно страдают пальцы и глаза, обычно люди об этом не знают, которые любители занимаются, и потом результат получается плачевным на всю жизнь. Точно так же со взрывами, которые вот сейчас. Это взрыв эквивалентен войсковой гранате по ударной волне. То есть это означает, что только осколков меньше. Но они есть, может и пробкой прилететь так, чтобы глаз вышибли. Поэтому надо закрываться хорошо, надо иметь на уши какие-то приспособления. Почему? Потому что на свободном воздухе волна падает, как ух в расстоянии, очень быстро. Тут дальше хлопок безобидный, чуть ближе, уже инвалид. Понимаете? А потом второй раз можно и не пробовать, когда инвалидом стали. Понятно, да. А слух потом будет пониженный на 30 дБ всю жизнь. Причем там, где речь распознается. Поэтому такие фокусы, они требуют квалификации. Любые. А в замкнутом помещении, там просто сразу инвалид. Почему? Потому что, если вы там были в амбитеатре сейчас, когда это хлопнет, то точно уши поражены. И это не факт, что их удастся вылечить даже с огонь. У некоторых это может быть. А так вот, сквозь доски, ну ничего. Казалось бы, безобидный хлопок. Обратите внимание, хлопок, это ударная волна. Значит, теперь мы возьмем и заборозим. Заморозим. Случали, да? Скажите, что от нее осталось? А что от нее осталось? Пыль осталась. Пыль осталась. Вот вы видите, вот этот шарик, вот этот шарик никак не замерзает. Почему? Потому что в нем гелий. А этот мы сейчас прикрутим. А вот в этом воздухе. Вот вы видите, там грязная такая мутная жидкость. Да, это то, чем мы дышим. А почему мутная жидкость? Да, это то, чем мутная жидкость. Там у нее кислота и там еще вода. Пары воды. Жидкость вы видите. Более того, тут вот она. Что за жидкость? Вода примерно в 196. Еще одна такая жидкий азот. Жидкий азот, в принципе, так не опасен, но только не будет причинить ажор. Вы видите, что фонтан продолжается до тех пор, пока конец трубки не остынет. Пусть только он остыл, фонтан пристает. Пусть и надо съемку. Обращаю ваше внимание, что этот процесс не мгновенный. Все равно даже такой тонкий объект, как цветок, видите, жидкий азот кипит, до сих пор еще не ослабился. Так что мгновенно от жидкого азота все охлаждаются только в кинофильмах. Потому что есть газовая подушка. И охлаждение начинается интенсивно только тогда, когда газовая подушка исчезает. Начинается смачивание. Тогда и человек может получить ожог. Очень хороший ожог может получить от тряпки смоченной в жидком азоте. Или от попавших в карманы или в ботинок или в тяже. Вот до сих пор еще цветок не остыл, как следует. Поэтому он целиком не расколется, расколются только тонкие детали. Аплодисменты.